МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала «Алматы и новости» в студии Диас Махамбетов. И вначале, коротко, о главном к этому часу. Сколько украинцев бежали из страны в результате продолжающихся военных действий и какова ситуация к этому часу? Массовое ДТП и пробка из 100 автомобилей на трассе в Акмолинской области. Что стало причиной и есть ли жертвой пострадавшие? Подробности в этом выпуске. Вот так родственник. Костанайские полицейские задержали мужчину, оформившего кредиты на свою пожилую родственницу. Какой ущерб нанес злоумышленник, расскажем через несколько минут. В результате массового ДТП на трассе в Акмолинской области образовалась пробка из 100 автомобилей. Недавно, близ поселка Бузайгыры, из-за сильной метели и плохой видимости, столкнулись 21 автомашина. Спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и передали их медикам. Тем временем, в трех областях объявили штормовое предупреждение. В Казалардинской, Карагандинской и Западноказахстанской областях ожидается туман и гололед. Синоптики также предупреждают, что в предстоящие дни на север республике будет влиять очередной антициклон, который сохранит погоду преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха. В селе Шамалгана Алматинской области произошла массовая драка с участием как минимум 30 человек. В результате потасовки пострадал один человек. Его с огнестрельным ранением доставили в больницу. По предварительной информации департамента полиции, в конфликте участвовали жители двух сел. Причины конфликта выясняются. По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина оформил пять кредитов на родственницу в житикаре. Он занимал деньги у различных микрокредитных организаций и указывал данные потерпевшей, о чем последняя и не догадывалась. 65-летняя пенсионерка обратилась в полицию, когда на ее телефон стали поступать сообщения о погашении задолженности по кредитам. Сумма ущерба составила 145 тысяч деньги. Полицейские установили, что родственник имел свободный доступ к ее сотовому телефону и документам. Подозреваемый уже задержан. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Почти 2 миллиона человек бежали из Украины из-за непрекращающегося вооруженного конфликта. Боевые действия идут уже 14-й день. В поддержку Украины Совет Всемирного банка выделил 723 миллиона долларов. А 250 крупнейших мировых компаний, автопроизводителей, банков и других организаций заявили о выходе из российского рынка. Между тем, делегациям обеих сторон до сих пор не удается добиться определенных результатов в мирном соглашении. Рустам Ралбаев продолжит. Конфликт в Украине продолжается уже 14-й день. Число жертв среди мирных жителей превысило 400 человек. Такие данные приводят в ООН. Накануне прошел третий раунд переговоров, но результатов пока нет. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались. Но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены. Между тем, Россия уже обогнала Иран по числу введенных против нее санкций и возглавила список антилидеров. Только с конца февраля введено 2778 новых ограничительных мер. Многие страны решительно настроены и дальше поддерживать Украину. Британия и наши союзники готовы продолжать давление, готовы продолжать поддерживать украинских друзей оружием, которое им нужно для защиты своей родины, которую они заслуживают. Мы будем принимать все меры, которые можем дипломатические, гуманитарные и экономические до тех пор, пока катастрофическая затея Владимира Путина не провалится и Украина вновь не будет свободной. В самой России не утихают антивоенные настроения. Почти 11 тысяч человек задержаны за участие в антивоенных митингах в поддержку Украины. Рустам Ралбаев, телеканал «АМАТЫ». Транспортировка экспортных грузов Казахстана продолжится в штатном режиме, как железнодорожным транспортом, так и через морские порты. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. На совещании речь зашла и об отсутствии барьеров по перевозке грузов в КНР и обратно. В стране также прорабатывается вопрос увеличения объемов перевозок через транскаспийский международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии и дополнительный маршрут через Балтийские порты. Помимо этого, планируется производство отечественных контейнеров. До следующего года предусмотрена контейнеризация двух миллионов тонн грузов. При распространении омикрона все чаще стала проявляться желудочно-кишечная симптоматика, в их числе тошнота, диарея, потери аппетита. При этом у самых маленьких пациентов заболевание сопровождается рвотой. Особенно сильно она выражается в первый день болезни. Тем временем, по подсчету ученых, число жертв коронавирусной инфекции приближается к 6 миллионам. ВОЗ заявили, что в этом году мир сможет победить COVID, если нам удастся покончить с неравенством распределения вакцин. Если исключить число 6 миллионов подтвержденных смертей от COVID-19, то реальная смертность составляет около 21 миллиона. Здесь учитываются невыявленные случаи смерти, наступившие дома, а также заниженные или неучтенные данные из-за отсутствия тестирования. И все это имеет место в развивающихся странах. Теперь коротко об эпидезитуации в Казахстане. В стране наблюдается еще больше регионов с нулевым случаем инфицирования. В Актюбинской, Траусской, Жамбылской и Туркестанской областях. В Алматы заметно сократилось количество новых пациентов. Всего 23 подтвержденных диагноза за минувшие сутки. В целом, вирус в июле у 87 казахстанцев. Создатель легендарной группы Дос Мукасан Дос Имсулиев отметил свой юбилей. Лидеру группы исполнилось 75 лет. Его трудовой путь отличается своим разнообразием. Он преуспел как в творчестве, так и в науке. Дос Имсулиев написал больше 20 песен, вошедших в музыкальный фонд «Радио и телевидение Казахстана». Вышел альманах авторских музыкальных произведений под названием «Той же раб». К слову, ни одна свадьба в нашей стране не обходится без этой песни. Помимо этого, профессор является автором 260 трудов, которые применяются в учебном процессе вузов республики. «Несмотря на мой такой возраст, меня пригласили возглавлять институт сейсмологии. Поэтому я сейчас работаю. Там хватает работы. Главное, чтобы наши алматинцы, которые живут в самом сейсмоопасном регионе, спокойно спали». Поздравить мэтра пришли его друзья, коллеги, ученики и близкие. На мероприятии присутствовал и заместитель Акима Арман Крыкбаев. Он зачитал слова поздравления от имени главы государства и Акима города Алматы. Касым Жумар Тукаев отметил заслуги Досима Сулеева в развитии науки и искусства и пожелал ему крепкого здоровья. «Это человек, который должен служить примером для молодежи. Он может и должен служить. У нас есть перед молодежью уникальные примеры. Как это, приехав из глубинки, скажем так сказать, город Кентау, в Алматы состояться, вывезти Казахстан на мировую арену. Он смог. Значит, у каждого есть такая возможность». Касым Жумар Тукаев поздравил Александра Герлица с бронзой на Паралимпиаде в Пекине. На своей странице в Твиттере президент от всей души пожелал спортсмену дальнейших спортивных достижений. Напомню, Александр Герлиц завоевал первую медаль для страны на Паралимпийских играх. Парабиатлонист занял третье место в гонке на 10 километров. И на этом наш выпуск завершен. Не пропустите итоговый выпуск новостей в 19.30. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин